Час дня на Дону Мы начинаем большой информационный час в студии Инна Панфилова за звукорежиссерским пультом. Сергей Гужев, здравствуйте. Поговорим сегодня о курении, точнее о том, как в России и Ростовской области планируют отучать от вредной привычки. Беседовать на эту тему будем с председателем Комитета по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Законодательного собрания Ростовской области Екатериной Стенякиной, полномоченным по правам студентов Виталием Горчаковым и представителем здравоохранения, а точнее заместителем главного врача по медицинской части детской городской поликлиники номер 45 Светланой Полукеевой. Мы работаем в прямом эфире, поэтому наши слушатели тоже могут принимать участие в обсуждении этой темы по телефону 200, ровно 2519. Звоните, задавайте вопросы, делитесь мнением. Нас можно не только слышать на FM на Дону, но и видеть. Для этого нужно найти ВКонтакте и группу «Большой информационный час» и перейти по ссылке на веб-трансляцию. Смотрите, слушайте, но мы приступаем к разговору. Тема – это не просто вред курения, а еще изменения, которые предлагают для того, чтобы отучить жителей России и области от этой привычки. Еще раз напоминаю, представляю наших гостей. Это председатель комитета по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Законодательного собрания Ростовской области Екатерина Стенякина, полномоченная по правам студентов региона Виталий Горчаков и представитель здравоохранения, заместитель главного врача по медицинской части детской городской больницы номер 45 поликлиники Светлана Полукеева. Здравствуйте, гости. Добрый день. Это запрета продажи табака лицам, которые родились после 2015 года. Это тема, наверное, самая спорная, которая вызвала вчера бурное обсуждение, в том числе в Государственной Думе Российской Федерации. Депутаты Государственной Думы поставили пока этот вопрос под сомнение. В том числе председатель комитета по здравоохранению господин Медведев сказал, что этот вопрос должен обсуждаться и вводить тотальный запрет, наверное, это все-таки преждевременно. Но вместе с тем и Анищенко, бывший наш руководитель федеральной структуры, и Медведев согласились с тем, что кальяны и электронные сигареты и инструменты новые для парения, их необходимо привести в соответствие с нашим законодательством. То есть эта сфера вообще никак не урегулирована, и люди могут выдыхать продукты горения, продукты парения абсолютно везде, в том числе и рядом с детскими площадками, и в детском саду можно достать, это не ограничено законом, и во всех учреждениях питания. И ограничить вот эту сферу действительно важно, и здесь никаких кривотолков, либо разночтений не было. Конечно же, антитабачная концепция в Российской Федерации, она имеет свой результат, и мы уже не видим курильщиков на улицах, мы не видим курильщиков в спортивных учреждениях, около образовательных учреждений. Очень жестко регулируется это и в вузах, и это очень правильно. Теперь, когда вы заходите в кафе или в ресторан, вы не выходите, и от вашей одежды не пахнет табаком, это, конечно, очень здорово, и те подростки, которые растут сейчас, они все-таки немножко дистанцированы от курения. Почему государство ставит этот вопрос очень важным и предлагает и обществу подключиться к этому? К сожалению, Россия находится на третьем месте по рынку табака после Китая и Соединенных Штатов Америки. Но, конечно же, наша численность не сравнится с Китаем, и занимать третье место здесь совсем не хочется. Процент курящих мужчин и женщин тоже достаточно велик. Но и концепция противодействия развитию табака и курения в России, а также развития спорта, пропаганда здорового образа жизни делают свое дело. Достаточно большое количество людей, в том числе и среди моих знакомых, отказываются от табака, отказываются от курения. Они следуют моде, занимаются спортом. Я считаю, что это тоже большой результат. Конечно же, производители табака, конечно же, ищут уловки, они не хотят терять рынок, они придумывают что-то новое. И ограничение рекламы, и ограничение выкладки табачной продукции в магазинах, они все делают свое дело. Но мы понимаем, что мы только на начале пути. Если мы хотим получить здоровую нацию, останавливаться нельзя. И нужно очень четко мониторить все новинки, все инновации, которые попадают на наш рынок. Катерина Петровна, а вот эта строка реализовывает, продавать запрет продажи лицам, которые родились в 2015 и после этого. Что это значит? Как планирует наш Минздрав, что мы должны нашу нацию оздоровить и полностью ликвидировать эту вредную привычку. Потому что, сколько бы мы ни говорили, сколько бы ни печатали ужасные картинки на пачках с табаком, все равно процент курильщиков присутствует. Все равно дети начинают курить, все равно подростки тоже вовлекаются в это. И пагубное влияние табака, оно не сокращается, если посмотреть за здоровье нашей нации. Я не уверена, что, честно, могу сказать, абсолютно свое личное мнение, что это возможно. Да, мы к этому должны стремиться. Мы должны сделать так, чтобы стремиться к тому, чтобы в нашей стране вот этот... Но никотин – это наркотическое вещество, которое вызывает привыкание. Вообще ликвидировать его. Конечно же, мы бы этого хотели. Я надеюсь, что через 15-20 лет, может быть, мы этого и добьемся. Но, честно, в этом не уверена. С 2013 года в России действует антитабачное законодательство. Запрещают курить на стадионах, вокзалах, школах, аэропортах. Ввели ограничения на рекламу табачных изделий. С 2014 года ввели ограничения на курение в общественных местах и продажу табака в ларьках уличных. Время прошло, уже можно говорить. Катерина Петровна уже сказала, начала говорить о том, как за это время, что вы видите, как меняется ситуация. И попрошу, наверное, представителя здравоохранения, Светлана Николаевна, что видите вы? Изменилась ли ситуация с 2013 года, когда ввелись вот эти ограничения? С 2013 года она, конечно, изменилась. Но мне хотелось бы сказать о том, что очень активную работу по профилактике табакокурения и мотивации на отказ от курения здравоохранения, ну вот я могу говорить о нашем ростовском здравоохранении, мы начали проводить еще с 2009 года, когда Минздравом Российской Федерации был издан приказ о создании организации на базе лечебных учреждений центров здоровья. У нас с 2010 года и во взрослых поликлиниках, и в детских поликлиниках, в том числе и нашей, организован центр здоровья, который предусмотрен для обследования здоровых, выявления факторов риска. И очень большой раздел работы, которым занимается центр здоровья, это обследование, которое при проведении ребенка мы обследуем, выявляем, имеются ли у него в организме признаки употребления табака, курения. Цель этого центра здоровья – выявить многие факторы риска, и один из них – это риск курения табачных изделий. Вот, в частности, при обследовании в этих центрах здоровья мы проводим, имеется специальное оборудование, специальные анализаторы, которые достаточно просто. В дыхании в трубочку, сделав выдох в трубочку, можно определить содержание карбоксигемоглобина и окиси углерода, которые свидетельствуют о том, что у ребенка в крови недостаточное количество кислорода, но присутствуют остатки употребления табака. Это достаточно простое исследование, оно помогает нам увидеть это, обратить внимание родителей, и акцентируя внимание на этой проблеме, указать все эти возможные факторы риска развития заболеваний, патологических состояний, которые могут последовать у данного конкретного ребенка. Это очень большой раздел работы. Вот и школы здоровья, которые работают при центрах здоровья, и сами центры здоровья нацелены на это, и помогают. А вообще работа в каждом лечебном учреждении по профилактике табакокурения, она, в общем, проводится достаточно активно, начиная уже с регистратуры. В последние годы, вы говорите в 2013 году, но и в 2013, и позже, вот Минздравом Российской Федерации нашей Ростовской области выпущены целый ряд нормативных документов и методических рекомендаций медикам, и взрослой службе, и детской службе о том, как эффективно строить свою работу по выявлению, профилактике табакокурения и мотивации на отказ от курения. Это, конечно же, дает нам свои результаты, помогает нам снижать количество курящих. Я, можно добавлю еще? Если хотела бы один такой бытовой пример привести, вот запрет на продажу табака в ларьках, например, исключил такую историю, когда школьник мог любой подойти и купить сигареты поштучно. И этим в основном и грешили дети, у них не было денег на пачку сигарет, но эти полтора рубля, конечно же, да. И этим детям охотно это продавали. В том числе были бабушки, которые продавали семечки на улицах, и точно так же продавали эти сигареты. Сейчас, когда у нас табак продается только в магазинах, а кассы оборудованы видеокамерами, несовершеннолетний ребенок практически не имеет возможности купить сигареты для своего собственного употребления. Плюс запрет на курение в общественных местах, в том числе в кафе, около детских площадок, спортивных учреждениях, исключили практически тот момент, что дети у нас были пассивными курильщиками. Пришел ребенок с мамой поесть мороженое, за соседним столом сидит взрослый дядя, курит сигареты. Ребенок все это вдыхает, хочет он, не хочет, но он становится точно так же потребителем никотина. Эти вещи тоже у нас все ушли, это очень здорово. То есть мы победили, с одной стороны, незаконность, с другой стороны, пассивное курение детей. Виталий, вы нас как представитель студенчества сегодня. Что видите вы? Меняется ли мировоззрение студентов? Наверное, очень сложно сказать, что сегодня что-то изменилось, но тем не менее. Нет, на самом деле изменилось. Прежде всего, добавлю комментарий к предыдущему выступлению. В ответ на запрет продажи в маленьких ларьках на улицах появилась несанкционированная торговля. Если пройтись по рынкам, то можно встретить тех же бабушек, которые торгуют различными и поштучно, и за очень маленькую цену. Поэтому с этим тоже надо бороться, но с этим сложно бороться, потому что, во-первых, предстоит и коррупция, и не хватает законодательства какого-то, чтобы наказывать этих людей. Но возвращаясь к университетам, то действительно в 2013 году все вузы Ростовской области приняли нормативно-правовые акты, запрещающие курение на территории и общежитий, и учебных корпусов, вплоть до угрозы отчисления. Однако на деле в большинстве случаев это абсолютно не работает. Студенты как курили, так и продолжают курить, грубо говоря, в туалетах, в каких-то переходах. Более того, сами преподаватели вместе со студентами стоят и курят. Ну да, это тоже недопустимо, это очень важный фактор. И, собственно, и наказывать-то некого, если будет наказывать и преподавателей, и студентов, никого не останется ни учиться, ни преподавать. Но, несмотря на это, за эти три года произошел очень большой перелом в сознании молодежи, направлен на здоровый образ жизни. Еще каких-то буквально пять лет назад нельзя было представить, чтобы такой процент молодых людей занимался спортом, увлекался какими-то спортивными играми и сам стремился избавиться от курения. Сейчас, наверное, если взять, рассмотреть одну учебную группу, то там найдется всего максимум пять курильщиков. Поэтому результат на самом деле налицо. Еще один такой есть метод, мы периодически наблюдаем его последствия, это повышение стоимости на табачные изделия. Влияет ли это? Что вы наблюдаете, Катерина Петровна? Конечно же, это влияет. Люди задумываются уже, сколько они в месяц тратят на сигареты, считают, что за эти деньги можно вообще-то съездить в отпуск, если сложить всю сумму, которая тратится на весь год. И да, конечно же, повышение цены на сигареты, оно врождает где-то и нелегальный рынок, не сертифицированную табачную продукцию. Но вот здесь я хочу сказать спасибо правоохранительным органам, они работают очень эффективно. И постоянно мы видим, что где-то наклоненно вскрывается склад с нелегальной табачной продукцией, она постоянно уничтожается. И, конечно же, сами табачные компании заинтересованы, чтобы нелегальный рынок табака не развивался на территории нашей страны. Поэтому здесь обоюдное решение и бизнеса, и власти. Еще один самый главный фактор – это наше здоровье. Я попрошу Светлану Николаевну рассказать, напомнить, может быть, даже немножко попугать, к чему ведет курение, какие последствия на организм на наших глазах. Курение табака – это, конечно же, очень вредная вещь, и об этом знают все, и большая информационная работа проводилась с нами, всегда совместно с другими службами. Это большая работа межведомственная проводится по разъяснению вреда. Если говорить конкретно о том, что вредно при курении, то при курении, во время курения, в организм человека поступает очень много, не только вредных, как мы считаем, веществ, а ядов, токсинов, и главный из них, конечно, это никотин, который опасен не только своим токсическим воздействием, но и тем, что к нему возникает привыкание, зависимость. При употреблении большого количества сигарет через какое-то время может развиться заболевание, зависимость от табака, и это уже заболевание, которое будет требовать определенного лечения. В табачном дыме содержится очень большое количество и вредных веществ, и ядов, и даже некоторые ученые говорят о том, что там содержатся радиоактивные вещества, более 40 особо опасных химических веществ, такие, как и мышьяк, и цианиды, ну и вообще по ядовитости сам по себе никотин, он приравнен к синильной кислоте. Вот в комплексе все эти токсические вещества, поступающие в организм, они действуют абсолютно на все органы системы. Но самое главное, это, конечно, на нервную систему, вызывая токсические повреждения головного мозга и периферических нервов. Никотин, а также содержащие токсические вещества, очень сильно действуют на дыхательную и иммунную систему, повреждая эпителий дыхательных путей, вызывают хронические заболевания, которые потом с трудом лечатся, и, в общем, очень трудно дети выходят из этих состояний. Одной из основных причин развития рака легкого является именно курение. Токсические вещества табачного дыма, они повреждают и органы желудочно-кишечного тракта. Очень серьезное влияние они оказывают на печень, которая является нашим главным органом, утилизирующим все токсические вещества, поступающие в организм. Ну, вот согласно глобальным факторам риска здоровья, которые опубликованы были Всемирной организацией здравоохранения, из восьми факторов риска, серьезно влияющих на здоровье, курение занимает второе место. Первое место занимает ишемическая болезнь сердца, а второе – курение, которое приводит к ишемической болезни сердца, повреждая сосуды, повреждая сердце, повреждая мышцу сердца и вызывая нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Казалось бы, что еще может быть серьезнее, о чем можно еще говорить. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, говорим о курении, о такой вредной привычке, как от нее планируют помочь избавиться нашим жителям области и страны. И говорим мы с председателем комитета по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Законодательного собрания Ростовской области Екатериной Стенякиной, полномоченным по правам студентов региона Виталий Горчаков у нас и представитель здравоохранения. Это заместитель главного врача по медицинской части детской городской поликлиники номер 45 Светлана Полукеева. Телефон прямого эфира 200 ровно 2519. Звоните, принимайте участие в обсуждении такой важной темы. Виталий, у вас тоже было предложение к донским парламентариям о том, чтобы запретить продажу электронных сигарет. Расскажите об этом. Я уточню, не запретить, а временно приостановить. Ну, расскажу, с чего все началось. Как я ранее уже сказал, что все-таки продолжается курение в общежитиях и в учебных корпусах. Но все-таки администрация вузов нашла какой-то компромисс со студентами, что студенты как-то более ответственные к этому относятся. Однако, учитывая рекламу и пропаганду, которая ведется в отношении электронных сигарет, что в молодежи устоялось сознание о том, что это безвредно и вообще не считается за курением. Ну и сами студенты и сотрудники общежитий начали нам жаловаться о том, что из-за парения срабатывает сигнализация. Но ничего они с этим не могут поделать, потому что это никак не регулируется, и наказать студентов они абсолютно никак не могут. Мы решили посмотреть, провести опрос, спросить у студентов об их опыте использования электронных сигарет. И что меня очень сильно удивило, так это то, что почти треть 28% опрошенных никогда ранее не курили. То есть, их опыт употребления никотина начался именно с электронных сигарет. Получается, все аргументы о том, что выпинг помогает избавиться от курения, хотя действительно четверть 25% действительно избавилось впоследствии от курения от обычных сигарет. Получается, делаем шаг вперед, два шага назад. Вы уже получили отзывы какие-то по своему предложению? Да, и со мной связывались и производители жидкостей, и сами студенты. Студенты считают, что, несмотря на то, что они поддерживают, они считают, что инициатива не получит поддержки большинства, в том числе и парламентариев. А представители производств сокрушаются, обвиняют... Не знают, к кому обращаться. Да, обвиняют во всех смертных грехах, что вы нам кошмарите мелкий бизнес и так далее. Мне подсказывают у нас телефонный звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Виктория. Очень приятно, Виктория. Хочу поделиться своим мнением. Я курильщица с 15-летним стажем. Курю обычные сигареты. Но вот появились эти выперы, и я возмущена ими больше, чем, собственно, своими курильщиками. Закон вышел, я отхожу в сторону, прячусь, чтобы мой дым не мешал никому. И на работе приходится спускаться, тратить время. А виперы, они прямо на рабочем месте курят. Клубы дыма. Идешь с ребенком по улице, а тебя обволакивают всякие запахи непонятного дыма. И сразу вопрос, а будет ли закон распространяться для курильщиков, чтобы им тоже нельзя было курить в общественных местах? Спасибо вам большое. Сейчас, я думаю, вы услышите вопрос Екатерине Петровне, наверное. На самом деле, любой вот такой продукт, который появляется на нашем рынке, необходимо его исследовать и вообще понять, действительно ли он вреден, либо действительно ли он не вреден. Вот что мы слышим от производителей вейперов, точнее, от продавцов вейперов. Потому что вейпы не производит ни одна организация на территории Российской Федерации. Это все транснациональные компании, которые завозят этот продукт на территорию нашей страны и продают. К сожалению, сейчас за последние полтора года этот рынок развивается масштабно, очень стихийно. Я вам хочу сказать, что если мы пройдем просто по Большой Садовой города Ростова-на-Дону, начиная от Кировского и заканчивая Ворошиловской, мы увидим там более 30 магазинов, которые продают вейпы. Что нам говорят производители? Они активно открывают форумы о вейпах, говорят, что это все безвредно и что вот это парение помогает отучиться от сигареты и там практически нет никаких вредных веществ, то есть смол, результатов горения, но там есть никотин. Это самый вредный элемент в сигарете. Плюс это синтетический никотин, который, вступая в химические соединения, когда у нас получается этот пар из смеси, превращается в сульфат никотина, который весьма токсичен. И ранее сульфат никотина использовали для травли насекомых, но отказались от него, потому что он очень токсичен, в том числе и для нас, и наносит вред человеческому организму. Это абсолютно нормальные исследования, которые провела Всемирная организация здравоохранения. Это не просто кто-то придумал. Поэтому, естественно, нам законодательно очень важно в ближайшее время навести порядок в этом каком-то хаотичном рынке. Когда человек сидит на детской площадке, возле школы, возле спортзала, на рабочем месте, в транспорте, в транспорте тоже это неограниченно, выпускает клубы дыма сладковатого, и, естественно, это не нравится всем. Да, он говорит, парение не запрещено, я же не курю, но он же тоже выпускает определенные элементы химического распада, которые никто не исследовал. Вообще, из чего производятся жидкости, которые необходимы для парения, нам тоже непонятно, они не сертифицированы. Никто не может исключить, что через какое-то время туда могут добавляться и компоненты, которые будут вызывать наркотическую зависимость. Мы не можем сказать, может быть, они есть и сейчас. Совсем недавно наш молодежный парламент вместе с школьниками города Ростова-на-Доно проводили эксперимент. Я думаю, мы опубликуем эти видеозаписи, потому что они снимали все на скрытую камеру. Когда ребенок, 12 лет, с рюкзаком заходил в вейп-шоп на нашей большой садовой прекрасной и хотел купить вейп и жидкость к нему. Ему прекрасно давали консультацию, говорили, что мы вам продадим, никакого вреда это не наносят, пожалуйста, покупайте, все очень хорошо. Поэтому, да, это очень сомнительный и опасный продукт. Это мое личное мнение. Я считаю, что употребление вейпов необходимо запретить во всех общественных местах и в том числе в местах питания, в местах нашего общественного питания. И вообще, да, нельзя, конечно же, возможно, возможно, излишним будет полностью ограничить продажу вейпов, как это сделано в Бразилии, например, как это сделано в Австрии, например. Но приравнять их к сигаретам и полностью подвести их под табачную продукцию очень важно. Посмотрите, у нас нет рекламы сигарет, но у нас все сейчас забита рекламой вейпов. Ничем не отличается. Никотин есть там, никотин есть здесь. Сейчас это просто обман людей, это обман всех. И, знаете, некоторые ученые, некоторые депутаты Государственной Думы называют вейпы глобальным транснациональным мошенничеством, которое говорит о здоровье, а на самом деле это вред нашему организму. Светлана Николаевна, как представитель здравоохранения, что вы скажете, можно ли приравнять электронные сигареты к табачным, к никотиносодержащим? Я считаю, что их нужно приравнять, потому что вот этот миф о том, что они совершенно безвредны, это на самом деле миф, который необходимо срочно развеять, и об этом нужно говорить много и во взрослой среде, и со школьниками, и с беременными женщинами. Потому что вот это мнение, что пар, который возникает при вот этом парении, он безвреден. На самом деле это не так. Кроме того, что там присутствует никотин, да, он присутствует в небольших количествах, но он присутствует, и мы уже говорили о том, что это токсин, который действует на весь организм. Кроме того, там присутствуют другие вещества. Основой является все-таки пропиленгликоль, который является химическим соединением и может вызывать различные реакции аллергического порядка, вызывать индивидуальную непереносимость. Достаточно много исследований проведено в мире. Они официально не опубликованы, но есть отдельные публикации о результатах, о влиянии вот этого пара на организм. И учеными во многих странах доказано, что вот в дыме, в этом, в паре, в паре этом выявлены в небольших количествах, но выявляются два вида ацетальдегидов, выявляются токсические вещества, такие как талуол. Кроме того, учеными доказано, что при парении образуются сверхтонкие частицы, ультратонкие частицы, которые проникают в нижние слои дыхательных путей, и возникают они точно так же, как и при курении табака. Их значительно меньше, но тем не менее они присутствуют. И они вызывают такое же раздражение, как и при курении табака в дыхательных путях, и способствуют развитию заболеваний, хронических заболеваний, легких, астмы, а также таких заболеваний, как диабет и инсульт. Ну и хотелось бы сказать отдельно о курении беременных женщин, потому что, полагаясь на то, что употребление электронных сигарет безвредно, к сожалению, отдельные будущие мамы сохраняют эту привычку, при том, что вот учеными Азии доказано, уже доказано, они показали во многих исследованиях, что употребление электронных сигарет в период беременности может провоцировать выкидыши плодов мужского пола. Поэтому для беременных необходим абсолютный отказ от всех видов употребления и табака, и электронных сигарет. Мы знаем, что очень вредно вдыхать дым и быть пассивным курильщиком, а в этом случае вредно ли вдыхать вот этот пар, который, если мы стоим, мы же видим сейчас холодно, и нас этим паром буквально оккультывает этим паром, мы дышим тем, что выдыхает другой человек. Конечно, официальных сообщений, официально утвержденных исследований о его вреде нет, но если подумать о том, какие вещества содержатся, я уже перечислила, это пропиленгликоль, это сам по себе никотин, выявлены ацетальдегиды, выявлены тяжелые металлы, то, конечно же, распространение этого пара не вызывает положительных эмоций у окружающих. И, естественно, здесь нужно подходить с такими же мерами, как и в отношении табачных изделий. Еще много мифов о безвредности электронных сигарет. Правильно? Да, но говорят о том, что раз там нет дыма и нет смол, значит, они безвредны. Но там есть табак, там есть другие составляющие. Кроме того, полагаясь на безвредность курения, некоторые молодые люди, дети, люди более старшего возраста, они начинают бесконтрольно пользоваться электронной сигаретой, что, в свою очередь, приводит к увеличению кратности вот этих парений, курений, да, а долгосрочных наблюдений, вот долгосрочных о влиянии на организм этого парения на сегодняшний день пока не существует. То есть мы имеем такой химический коктейль, который употребляется нашим населением, не зная еще до конца, как это повлияет не только на нынешнее, но и наше будущее поколение. Потому что, как я сказала, к сожалению, иногда продолжают курить и беременные женщины. Я бы хотела тоже провести еще одну параллель, вот что мне напоминают вейпы, сходя из своей парламентской деятельности. Совсем недавно мы боролись с алкогольными тонизирующими напитками, то есть цветные баночки, там есть жидкость цветная, похожая на газировку, на сладкую газировку. Мы прервемся на рекламу и продолжим говорить на тему вреда электронных сигарет и вообще табакокурения. Большой информационный час. Ток-шоу, интервью, репортажи, комментарии. Слушайте с часу до двух. О том, что ели и как готовили донские казаки, слушайте по будням в программе «Кулинарные путешествия» на FM на Дону. Купеческий Дон Кто они, бизнесмены ушедших столетий и чем славились их дела? Расскажем в программе «Купеческий Дон». Слушайте каждый вторник и четверг на FM на Дону. Наши в эфире. Кругом весна цветет сильней ветка, и ты душой совсем еще юной. Не надо плакать, жизнь прекрасна, детка, запомни это раз и навсегда. Наши опытные светом буки, глупым цветком огонь. Наши в эфире. Уж порядки наводит и поет свою песню капель. Расчерикались пташки на воле и коты за великонетель. Наши в эфире. Любимая моя, красивая моя, в твоих глазах я нахожу покой. Бесценная моя, ты ясная заря, где б не был я, душа моя с тобой. Хочешь услышать свою песню в эфире? Звони 200 ровно 2519. Большой информационный час продолжается в студии Инна Панфилова. Я напоминаю, что мы говорим о вреде курения, о том, как планируют бороться с курильщиками, с председателем комитета по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму законодательного собрания Ростовской области Екатериной Стенякиной, уполномоченным по правам студентам Егенов Виталием Горчаковым и представителем здравоохранения, а точнее заместителем главного врача по медицинской части детской городской поликлиники номер 45 Светланой Полукиевой. Телефон прямого эфира 200 ровно 2519. Звоните, задавайте вопросы и принимайте участие в обсуждении этой важной темы. И у нас есть телефонный звонок, мне подсказывают. Давайте примем телефонный звонок, после этого продолжим говорить. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Алишер Хаджаев у нас на связи. Конечно же, узнаю по голосу. Алишер, с удовольствием выслушаем, что бы вы хотели нам сказать. Добрый день, Инна. Добрый день, гости в студии. Хотя трудно назвать вас гостями, потому что вы заинтересованные, даже, сказал бы, больше обеспокоенные этим положением люди. Вы будете задать вопросы или мне сразу? Алишер Хаджаев. Ну, я бы хотела сказать, что это журналист, наш коллега с большим опытом, и ему есть что сказать на эту тему. Мы предварительно общались, и Алишер может сказать, и как с точки зрения пассивных курильщиков и активных курильщиков электронных сигарет. Правильно я говорю? Да, да, правильно. Я, во-первых, должен признаться, что я курю электронную сигарету. Может быть, это вас удивит, я объясню, почему. Дело в том, что я курильщик с огромным стажем. Я курил десятилетиями. Не курить я не мог, потому что моя журналистская деятельность была связана в том числе и с горячими точками. Это Афганистан, и Таджикистан, и Фергана, и две компании в Чечне. Там по неволе закуришь. Но, тем не менее, я пришел к пониманию и к мысли о том, что рано или поздно надо с этим кончать, потому что появились проблемы со здоровьем. С таким гигантским стажем бросить курить сразу у меня не получалось. Потому что даже врачи говорят, что для человека, которому там за 50, а может быть за 60 и больше, это колоссальный страх. Они об этом говорят тет-а-тет, потому что их ругают в горздраве, или в минздраве, если они будут говорить об этом во всеуслышании. Я стал делать следующее. Я купил электронную сигарету. И вот с большой дозы постепенно, каждые полтора месяца, сбавлял, сбавлял, сбавлял. И в декабре прошлого года я пришел к нулю. То есть сегодня я рад тому, что у меня больше никотиновой зависимости нет. И может быть вы еще избавитесь от привычки еще от этой действия. У меня осталась поведенческая привычка. Я должен что-то держать в руках. Я должен манипулировать этой несчастной сигаретой. Я должен здесь вдох и выдох. Хотя в нем ничего нет. И это вредно. Но это для меня было спасением. Потому что резко бросить не мог. А получилось, в течение года постепенно я ушел от самого страшного. В чем заключаются заблуждения некоторых молодых людей, которые меня сейчас огорчают. Много молодых людей сегодня об этом говорили. И ваши гости, и Катерина в частности говорила. О том, что ходит пар столбом. Машина едет, из машины прям такое ощущение, что у него там бензобак вспыхнул, загорелся. Они не понимают, что это вредно. Понимаете? Они считают, что это вот тренд такой сегодня. Вот это новое направление в моде. Это стало модно. Курить сигареты. Есть не просто сигареты, а есть аналог трубки курительной. Есть аналог кальяна. Так там вообще пыль столбом и пар столбом. Они почему-то читают, что сегодня это круто. Они не понимают, что вред колоссальный. Потому что в этом сиропе, в котором заправляются эти картриджи, все равно присутствует никотин. Вторая группа людей, которые говорят, а мы бросили. Приходят и говорят, ой, ты знаешь, коллега, а я же курить бросил. Да, а потом через паузу я перешел на электронную сигарету. А какая разница? И там никотин, и здесь изменился способ доставки. Никотин-то остался. Значит, ты как был никотинозависимым, так и остался. Это элементарный самообман. Самое главное, чтобы молодежь отбить от этого. Читать им лекции – бесполезное занятие. Сегодня 2017 год и 21 век. Нужны совершенно другие технологии. Нужно рубль с акцизы за табак направлять телекомпаниям и радиостанциям, чтобы они сделали яркие, выпуклые, творческие ролики и снимали кино. Но до чего это доводит? К чему это приводит? Понимаете? Вот тогда будет эффект. Спасибо большое. Показатель вывернутый, легкий и так далее. Тогда будет эффект. Конечно, мы с вами согласны. Не можем не согласиться с вашим ярким мнением. Спасибо вам, Алишер. На связи был Алишер Хаджаев, журналист. Он поделился своим опытом. Мы надеемся, что скорой поведенческой привычки у него не будет. Он будет совершенно свободным человеком. Может быть, у вас есть что добавить? Я хотела бы сказать спасибо Алишеру за такое мнение, за мнение курильщика. Действительно, оно очень объективное и достойное уважение его желания и результат, когда он бросил курить. И он прекрасно оценивает, что никотин остается, только меняется способ доставки. Это действительно правильное заключение. Что касается моды на парение, посмотрите, на что идут производители. Это очень важно. Все смеси, в которые входит синтетический никотин, имеют приятный запах. Они имеют запах карамели, фруктов, шоколада. И ориентированы они как раз-таки на детей и на девушек, которые, вдыхая этот пар, приятный по запаху и по вкусовым некоторым ощущениям, думают, что на самом деле ничего страшного и ничего плохого в этом нет. Буквально 4 года назад мы точно так же боролись с алкогольными тонизирующими напитками. Точно так же молодежь Ростовской области собирала подписи. Более 3000 подписей тогда было передано губернатору Ростовской области. И он принял решение о запрете продажи алкогольных тонизирующих напитков у нас в регионе. А ведь они точно так же были. Яркого цвета, как газировка, пахли, как газировка. Были сладкие на вкус. И казалось, что ничего страшного в этом нет. Совсем маленькое содержание алкоголя. Но алкоголь был, плюс были тонизирующие эффекты. Это пагубно влияло. Но употребляли его точно так же дети и девушки. Это точно такой же обман. И самый циничный обман, который я увидела в Ростовской области, сегодня, кстати, в новостях, оказывается, в Ростовской области на одной из летних танцевальных площадок, очень популярных в молодежной среде, в июле прошел первый вейп-фестиваль Юга России. И основным его трендом было «Парим, где хотим». То есть, все, пожалуйста, очень хорошо, это модно, красиво, это была одна из лучших площадок. Туда приехали и продавцы вейпов, и там у них был семинар, где они рассказывали, как это хорошо, как это замечательно. Да, эта история прошла, это абсолютно рекламная кампания. Но теперь организаторы этого вейп-фестиваля подали свое событие на премию «Серебряный лучник». То есть, премия социальных проектов, премия тех проектов, которые должны наше общество, наоборот, оздоравливать. И для меня, конечно, это было ужасно. Я буду обращаться и к организаторам премии, чтобы ни в коем случае вот такие циничные, где-то даже мероприятия, которые вводят в заблуждение наших молодых ребят, не участвовали в этом, не удостаивались премии, потому что действительно это обман. У нас есть еще одно мнение пассивного, вернее, курильщика электронных сигарет. Он онколог с 30-летним стажем. Давайте послушаем, что он говорит по этому поводу. Мы с ним общались до эфира. Олег Семилеткин с нами общался. Курение – это однозначный вред, и никаких сомнений в этом отношении уже нет. Чтобы человек не курил трубку, сигару, жевал табак или как его употреблял – это однозначный вред. Что касается приравнивания электронных сигарет к обычным, ну, с одной стороны, рациональное зерно здесь, и там, и там никотин. Это никотинопотребление. Человек, начиная курить электронную сигарету с никотином, он становится никотинозависим. Со всеми вытекающими отсюда последствия. Касаясь ограничений, согласен, надо наводить в этом деле порядок. Это, конечно, вызывает и неприязнь, когда молодые люди опаривают клубами дыма окружающих. В этом деле должен быть порядок. Очень не нравится, что сейчас увлеклись этим несовершеннолетним. Жестко карать за тех, кто привлекает несовершеннолетних вейпинг. Увы, вот эта сейчас ситуация, которая возникла, она возникла от того, что, ну, был упущен момент его возникновения. Сбирающие органы не осознали о том, что это очень массовое явление примет. Достаточно массовое согласительство мной. Очень много вы увидите и молодых людей, и совсем не молодых, и девушек, и, скажем откровенно, и детишек школьного возраста. Поэтому порядок здесь должен быть. И этим должен заниматься не только Министерство здравоохранения, не только комитеты по молодежи. Вейпинг его надо каким-то образом обуздать. Потому что принцип парил где хочу, которые выдвинули себе вейпинг, так называемые вейперы, ну, это неправильный лозунг. И вот те люди, которые пришли к вейпингу от необходимости, как я, вот, например, я не курильщик 40 лет стажа. Я не могу бросить курить. Я пробовал много раз. У меня просто физическая зависимость от этого. Да, и такой есть процент людей, который действительно становится небольшой, но он есть. Бросить курить, в принципе, может любой человек. Было бы желание. И сила воли, что называется. Но прошло очень мало времени, чтобы реально оценить, какое влияние оказывает потребление пара на организм человека. Это был комментарий Олега Семилеткина, врача-онколога. Светлана Николаевна, что Вы скажете, если же говорить вот то, о чем мы слышим уже второй раз, бросить курить с помощью электронной сигареты. Может быть, можно обойтись и без этого, и каким-то другим способом отказаться от этой привычки? Ну, на самом деле, конечно, для того, чтобы бросить курить, нужно желание самого человека. Если оно есть, то обойтись можно и без электронной сигареты. Конечно, вот мы здесь слышали мнение людей, которые имеют большой стаж курения, продолжительный. Может быть, в том случае, конечно, все это и правильно. Но тут должно быть совершенно четкое осознание, что электронная сигарета – это только для взрослого с большим стажем, и очень кратковременно использование ее должно вести не к увеличению курения, а наоборот, к постепенному сокращению и к полному отказу. Но поскольку дети, школьники у нас не имеют большого стажа, то здесь, конечно же, использование электронных сигарет, на самом деле, я считаю, абсолютно недопустимо, потому что, не понимая ее вреда, этой сигареты, в конечном итоге это будет приводить как к увеличению курения этих сигарет, так и, в конечном итоге, к переходу на курение обыкновенных табачных изделий. Ну и почему, наверное, нужен еще запрет? В школах-то, наверное, сегодня еще не могут запретить курить, ведь это не запрещено, что вы скажете, Екатерина Петровна? Не запрещено парить, курить запрещено, но вот этот термин «парение», он у нас не прописан законодательно в принципе нигде. Вот я поделюсь, совсем недавно летела на самолете, и когда уже самолет пошел на взлет, ехал по посадочной, по взлетной полосе, один молодой человек достал вот этот специальный девайс, так называемый, для парения, и начал парить прямо в самолете. Когда к нему подошли стюардессы и сказали, что этого делать нельзя, прекратите, он сказал, в законодательстве это нигде не прописано, и вообще это не сигареты, я не курю, у вас запрещено курение на борту самолета. Но вы понимаете, что вот эта какая-то сумасшедшая, безумная пропаганда, она просто стирает рамки дозволенного у всех, и это превращается в какое-то, вот я же говорю, массовое замешательство. Поэтому и школы, и спортивные залы, и кафе, и рестораны, и остановки, и наши улицы, они должны быть все очищены от этой странной привычки. И в конце концов, когда ты смотришь на какой-то дым, ты не всегда понимаешь, что человек курит вейп, сигареты, что происходит. Это такой, знаете, очень тонкий уход от закона, мне кажется. Здесь требует, да, вот этого пункта. У вас есть, Виталий, что добавить, слушаем вас. Действительно, в школах пытаются все-таки запрещать, даже до школы эта проблема добралась. В одном из регионов был случай, что за месяц учителя отобрали у школьников более 15 девайсов. И что пугает, эти девайсы купили им сами родители. Даже родители не понимают всей ответственности, которую они несут. И также хочу сказать, что у меня отец курил 30 лет, и буквально за 2 недели сумел бросить. Да так, что мы даже этого не заметили. Мы просто привыкли, что он постоянно курит. И в какой-то момент просто спросили, а почему ты курить-то не ходишь? Я хочу, кстати, добавить, что вот сегодня в Сургуте такая интересная новость. Одна из пенсионерок добилась закрытия вейп-бара. То есть очень много вот этих магазинов, которые продают вейпы, они находятся прямо в жилых домах, на первых этажах, и все там происходит. Иногда даже открывают вейп-бары, то есть можно прийти, тут есть диванчик, попарить. И вот этот пар начал проникать к пенсионерке в квартиру. Начала чувствовать сладковатый запах, начала говорить, что вообще-то у нее болит голова после этого. Месяц она закидывала прокуратуру, полицию, власти требованиями запретить. Но чтобы открыть вейп-бар, у вас нет необходимости брать какое-то разрешение. Вы просто уведомляете Роспотребнадзор, что вы будете продавать вот это. Они говорят, хорошо, самое главное выдержать санитарные нормы по оборудованию торговой площади. Никаких даже особых санитарных норм нет. И она боролась чуть больше 30 дней, довела до такой степени собственников, что они ушли оттуда и открыли в каком-то другом месте. Поэтому, уважаемые жители Ростова, Ростовской области, если вам не нравится, что под вашими окнами парят, не оставайтесь равнодушными. Пишите заявление в прокуратуру, в полицию, депутатам, в администрацию. Да, пока у нас нет полномочий на закрытие. Но поверьте, эти собственники иногда будут рады съехать, лишь бы не сталкиваться вот с этой нашей агрессией, что мы не хотим вдыхать ваш пар. Все возможно, прецеденты есть, только нужно проявлять силу воли. Ну вот этого пункта тоже нам не хватает. Не хватает, конечно. И нужно регулировать с помощью него. Еще добавлю, что даже для производства электронной жидкости не нужно получать никаких разрешений. Ты можешь через интернет заказать все необходимые компоненты и тут же на кухне все это смешать кое-как, и опять же через интернет все продавать. И я считаю, что сейчас самая главная задача – это как раз побороть вот эту пропаганду, которая идет со всех средств массовой информации. И прежде всего она направлена именно на молодежь, потому что это мы видим как раз по рекламе, которая и в молодежных социальных сетях продвигается, и в разных видеоканалах интернет. Вот я даже всем слушателям предлагаю задуматься над тем, что происходило в России последние несколько лет. Вот смотрите, возьмем 2011-2012 год, когда все полки были завалены алкогольными метанизирующими напитками. Их было больше, чем газировки. Ты заходишь, и гигантские стеллажи. Эта проблема решена. Потом появились ларьки, которые были просто утыканы рекламой, курительные смеси и соли. Через какое-то время было доказано, что от них вызывается наркотическая зависимость. Это дико вредно. Мы очистили рынок от этого. Мы получили вейпы. Я прекрасно понимаю, что бизнес хочет зарабатывать деньги, но не с человеческих слабостях. И, конечно же, они очень изобретательные. И, конечно же, целая армия ученых работает на том, где какую бы еще слабость человека подцепить и начать на этом зарабатывать. Поэтому здесь очень важно оперативное влияние и общества, и реакция, и общество, и власти. Что каждый новый товар мы видим, мы на него реагируем, и мы не остаемся равнодушными. Потому что это здоровье наше и наших детей. Спасибо, Екатерина Петровна. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, говорим об электронных сигаретах, о вреде курения. Телефон 200, ровно 2519. Мне подсказывает, что у нас есть телефонный звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Илона, мне 17 лет. И у меня такой вопрос. Я нередко вижу на улицах подростков своего возраста, которые используют электронные сигареты. Вот мне бы хотелось узнать, почему в последнее время и чем вызван такой бум, такой мейнстрим среди моих подростков? Хотелось бы у вас тоже спросить ваше мнение. Почему, как вы считаете, прежде всего? А, ну, я считаю, что это все-таки пропаганда через интернет, потому что в последнее время в таких социальных сетях, как Контакт, Инстаграм, появилось очень много постов о том, что это модно, что это недорого, и что это даже вызывает какое-то не то чтобы привыкание, а расслабление скорее, и это поможет как-то снять небольшой стресс. А как вы к этому относитесь? Я вообще не курю, даже не пробовала это. Ну, я считаю, что все-таки электронные сигареты нужны тем людям, которые давно курят, это скорее взрослые, чтобы как-то бросить, чтобы это помогло именно в этой сфере. А сегодня модно, как вы считаете, отказаться от курения, не курить, заниматься здоровым образом жизни, спортом и так далее? Что вы видите среди молодежи? Да, вот среди моих сверстников есть немало людей, которые, да, курили, но потом поняли, что... Вы, наверное, журналист, да, вот слово? Как вы сказали, снимали, да? Ну да, да. Вот, и я видела немало подростков, которые даже с ними лично знакомы, которые раньше курили, а потом отказались без электронных сигарет. Просто они поняли, что это вредит их здоровью и как-то сказывается негативно на их жизни. Спасибо вам большое, что вы позвонили, поделились своим мнением, и все-таки, наверное, ответим, как вы считаете, почему сегодня модно быть электронной сигарет? Ну, Илона абсолютно права. Вот посмотрите, где у нас идет реклама вейпов. Она не идет, ее нет в дорогих журналах, ее нет по телевидению, ее нет на радио, потому что это все очень дорого. Реклама в социальных сетях, она весьма копеечная, она имеет определенную целевую аудиторию. Это молодые люди, это школьники, начиная от 13-14 лет, до 30 лет. Как раз-таки те, кто подвержены стереотипам, кто хочет быть модным, они имеют определенный ряд комплексов, и многие считают, что сейчас они купят вейп, это же написано, что это модно, и я стану модным, попаду в определенное сообщество людей, которые находятся на определенной ступени, возможно, выше, чем я. И действительно, есть и контекстная реклама, коммерческая реклама, я активный пользователь ВКонтакте и в Инстаграме, и когда я захожу сбоку, у меня появляется реклама с вейпами, рекламное количество групп, они все коммерческие, о том, как сделать смесь для вейпа, как смешать несколько, чтобы получить самую интересную. Я хочу сказать, что сейчас молодежь для того, чтобы выделиться как-то, потому что любят все выделяться, даже создают смеси сами, не учитывая химическое содержание в одной, в другой. В Ростове, кстати, уже были случаи, когда люди травились вот этими токсинами, попадали в больницу из-за того, что они смешали не те дозировки, и, к сожалению, содержание никотина или других веществ было превышено. Поэтому, да, реклама в интернете абсолютно делает этот рынок. То, что мы видим на улицах, это просто места, где можно прийти и купить сейчас, а не ждать свой заказ через интернет в течение одного или двух недель. Поэтому даже реклама четко определяет целевую аудиторию. А Илоне, которая нас слушает, сейчас хочу сказать отдельное спасибо, потому что вот именно вот такие ребята, они формулируют запрос, что надо, что не надо. Их возмущает, они не остаются равнодушными, ведут диалоги со своими сверстниками, и я думаю, что во многом от них зависит, как наша будет страна развиваться дальше. Вот я и предлагаю поговорить о воспитании подрастающего поколения, что сегодня нужно нам, что необходимо. Возможно, какой-то курс в школе, где будут дополнительно разъяснять. Возможно, Светлана Николаевна, вы расскажете, какая работа сегодня ведется, и что нужно и вам бы облегчило. Мне кажется, что для решения этого вопроса, конечно, необходим совершенно четко межведомственный подход, очень тесное взаимодействие всех сторон нашего общества, всех, так сказать, составляющих наше общество. И здравоохранение, и образование, и общественность, и средства массовой информации, конечно же. Потому что очень часто наши граждане, вот люди, дети, подростки, они просто не знают о тех угрозах, которые несет и курение. Ну, о курении-то знают больше, а вот о парении наверняка знают немногие, а кто-то просто не знает. И видя, вот воспринимая эту рекламу, которую сейчас говорила Екатерина Петровна, она достаточно доступна в интернете, они видят только то, что хотят сказать вот эти рекламодатели. Но со своей стороны, вот мы проводим достаточно активную работу, как я уже говорила, и в Центре здоровья у нас работает школа, мы работаем с нашими, с детьми, посещающими наши образовательные учреждения. В каждой школе есть медицинские работники, которые проводят соответствующую разъяснительную работу. Но в будущем, я думаю, что мы планируем совместно, запланируем совместно с образованием проведение каких-то информационных лекций, онлайн-лекций, которые позволят нам охватить не одну школу, скажем, а несколько, увеличить значительно аудиторию, и сможем рассказать о тех последствиях, о тех вредных моментах, которые возникают при использовании. Мне кажется, только совместное усилие всего общества, до всех сторон нашего общества даст нам, безусловно, положительный результат. Ну, наверное, еще непосредственно общаясь со школьниками разного возраста, можно понять, да, как помочь им, возможно, избавиться от этой даже мыслей, чтобы не было увлечься этим. Виталий, что вы скажете по этому поводу? Каких сегодня действий не хватает для того, чтобы победить это? Общаясь с иностранными студентами, мы интересовались об их опыте в их странах употребления электронных сигарет и, в принципе, сигарет. И они рассказали такую интересную деталь. В их странах, ну, в Европе, в Азии, в Бразилии, в Японии пачка сигарет стоит очень дорого, от 10 долларов до 15. И зачастую студенты, подростки, не имеют возможности за свои деньги купить сигареты, и это вынуждает их идти на какие-то подработки, на заработки. И они рассказали такую вещь, что, если перевести на русский язык, что труд сделал человека. То есть они, приобщаясь к труду, меняют свои привычки и ориентируются уже как бы на более взрослую жизнь, на более ответственную. Они начинают следить за своим здоровьем, за тем, что они едят и так далее. Катерина Петровна, несколько минут до конца эфира, что бы вы хотели сказать в завершении? Вы знаете, никотин, вейпы, наркотики, алкоголь, я считаю, что это все, прежде всего, угроза национальной безопасности нашего государства. Потому что здоровье каждого из нас, здоровье граждан, здоровье, в принципе, нашей нации, это один из элементов нашей безопасности, о котором сейчас очень активно думает вся власть, и федеральная, и региональная. То, что сейчас происходит, это действительно борьба различных бизнес-структур и государство с целью защитить своих граждан от обмана, от мошенничества, от введения в заблуждение. И, конечно же, здесь необходимо работать абсолютно всем с нами. Очень часто говорят, что рассказывайте о вреде алкоголя, рассказывайте о вреде никотина. С одной стороны, любой рассказ об этом – это какая-то псевдореклама. Сейчас создаётся очень много условий, очень много возможностей для ребят, чем можно их занять. Это спортивные площадки, это различные общественные организации, это волонтёрские отряды, всё что угодно. Ребёнку нужно занять, чтобы он не искал сам какое-то для себя занятие, возможно, не всегда будет очень хорошее. И, вы знаете, действительно, я считаю, что здесь очень важное межведомственное сотрудничество. Но когда я общаюсь с школьниками, и когда я им рассказываю, что девочки, которые курят и девочки, которые пьют, они становятся некрасивыми и очень быстро стареют, действительно, для многих это определённый момент. И очень часто нужно не рассказывать о сигарете, а показывать просто фотографии курильщиц и фотографии пьющих женщин. Спасибо большое. Я думаю, вот на этом мы и завершим сегодня говорить. В дальнейших эфирах мы вернёмся обязательно к этим темам, чтобы как можно больше говорить, больше внимания привлекать к этой важной теме. Я благодарю вас за беседу. Напоминаю, что о том, как планируют бороться с курильщиками, мы говорили с председателем Комитета по молодёжной политике, физической культуре, спорту и туризму, Законодательного собрания Ростовской области Екатерина Истинякина и полномоченным по правам студентов региона Виталием Горчаковым и представителем здравоохранения, заместителем главного врача по медицинской части детской городской поликлиники номер 45 Светланы Полукеевой. Ещё раз услышать интервью вы можете сегодня в 8 часов вечера. В студии была Инна Панфилова. Всего вам доброго. Большой информационный час.